дорогие друзья всем привет сегодня у нас идея ужина буду готовить гороховую кашу вот что нам для этого понадобится горох где-то грамм 400 он уже у меня вымочен ну два часа я замачивала промыт 1 луковица и сливочное масло и котлетки будем делать яичко надо будет пол килограмма фарш у меня свиного одна большая луковица немножко хлеба белого замочить час надо будет и еще и в котлеты добавляю майонез они будут немножко помягче и посочнее но так майонеза у меня нету придется сделать самой его всегда сама делаю займусь начала майонез так а пока мы наверно поставим вариться горох сковородку я высыпаю весь мой горох можно в кастрюльке это делать не обязательно сковородке ладно сейчас я все высыплю до конца вот вот такая чашка у меня была гороха и ну приблизительно две таких чашки сейчас сюда я нас налью воды воды добавила сейчас как горох закипит я порежу сюда небольшую луковицу вот такой вот я вам показала мелко сюда чтоб она разваривалась вместе с горохом и добавлю сливочное масло ну конечно же соль по вкусу лук я измельчила кубиками вот так вот рук я измельчила кубиками вот так начинается киа закипать горох на пеночку мы сейчас сниму надо посолить соль у меня адейская очень вкусная сразу с приправками с травками пока достаточно если что потом подсолим и добавляем лук масло сливочного я наверно грамм 40 добавлю чтобы был хороший сливочный вкус вот так помешали открываем крышкой и пусть стоит варится или тушится на небольшом огне до готовности мы периодически просто проверять сейчас займусь приготовлением майонеза нам надо будет масло понадобится подсолнечное где-то грамм 150 одно яйцо сок лимона горчица соль и сахар как я делаю майонез у меня видео есть можно там посмотреть вот такой густой классный майонез у меня получился а крупиночки вот эти это вот что соль у меня адейская она с приправкой майонез получается обалденный фарш я добавила яйцо столовую ложку майонеза соль перец сейчас добавлю лук лук я режу мелко мелко режу он как это получается намного сочнее и хлеб вот замачивала молоке чуть его уже размяла так как хлеба у меня немного батона я добавлю еще столовую ложку манки можно даже еще две столовые но не с горочкой без фанатизма фарш хорошо вымешаю и пусть он с манкой постоит набухнет хотя бы минут 15 короб потихоньку начинает разваливаться она лук весь развалится его не будет не видно не слышно немножечко такой вот приятный луковый вкус еще и сливочное масло сейчас будем формировать котлетки я тут приготовила подготовила у меня обычная пшеничная мука и кукурузная мука это все перемешала в этом мы будем панировать котлеты приступим такие вот котлетки у меня получились уже в панировке будем выкладывать разогретую сковороду котлетки тоже жарится накрываю крышкой и ждем котлеты я перевернула уменьшила огонь так как лук у меня там резаный они перекручены мне надо чтобы лук тоже там дошел до готовности и не чувствуешь не пустил делаю на маленький огонь накрываю крышкой пусть это доходит котлет мои готовы сейчас мы их выложим вашего дожариваться последнюю партию опять котлет осталось а котлеты смотрите какие пышненькие получились очень даже аппетитные каша горохова уже готова она уже разварилась похоже на пюре можно если еще чуть поварить на полностью развалится будет как картофельное пюре аромат идет бесподобный я люблю кашу вот эту вот гарнир готовлю и мои тоже любят котлеты тоже готовы вот такая порция у меня всем приятного аппетита кто кушает всем здоровья мирного неба и пока пока увидимся на следующем ужине